Взрослых не было рядом. В 28-м детском саду девочка сломала руку во время прогулки. Факт или предположение? Нижнекамцы считают, что бобры на реке Амшанка гибнут из-за людей. Директор стройфирмы не на объекте, а в суде. Компания промышленной коммуникации оказалась в центре судебного разбирательства. 40 килограммов чак-чака для военнослужащих. Делегация из Нижнекамска посетила часть под Саратовом. В составе комиссии не преподаватели, а работодатели. Нижнекамские студенты сдали необычный экзамен. Красочные колесницы, национальные костюмы, песни под гармонь. В городе собрали подарки на Сабантуй. Два пробных контракта. Кто может стать игроком хоккейного нефтехимика? Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале НТР в студии Вадим Струминский. Здравствуйте. В 28-м детском саду во время прогулки девочка сломала руку. Причем в момент инцидента взрослых рядом не было, а родителям об этом сообщили только вечером. Прокуратура привлекла к ответственности заведующего и воспитателя. Продолжит Алсо Расланова. Сейчас на этом участке в 28-м детском саду гулять детишкам запрещено. Прокуратура города установила, что веранда находится в ненадлежащем состоянии. Доски прогнили и пришли в негодность. Именно из-за этого и произошел несчастный случай. В итоге шестилетняя девочка сломала руку. В этот момент воспитателя на месте не оказалось. А это грубое нарушение. Еще одна ошибка о несчастном случае. Родителям сообщили не сразу. Воспитатель пробовала позвонить родителям. Телефон был недоступен. Сразу же обратились в медперсоналы. Видимых повреждений не было. И в течение дня наблюдали за ребенком. И вечером уже забирала бабушка. В журнале, когда родители забирают, бабушка расписала, что ребенок здоров. И видела, что видимых повреждений не было. Сейчас девочки уже сняли гипсы. Она начала посещать садик. Воспитательница отделалась только устным выговором. Заведующая же привлечена к административной ответственности. Не нужно быть большим специалистом, чтобы понять, что эта веранда требует капитального ремонта. Пол давно прогнил, крыша прохудилась, а стена дала трещину. На ремонт одной такой веранды необходимо 40 тысяч рублей. У детского сада нет возможности обновить все участки. Однако на данный момент придется поменять хотя бы напольное покрытие. Там, где произошел несчастный случай. Деньги на это должен выделить муниципалитет. Прокуратура постановила устранить все нарушения. Материалы направлены в мировой суд. Алсуар Сланова, Максим Липин, Новости НТР. Люди рубят деревья, уничтожая популяцию бобров в Нижниканске. Эта тема в последние дни активно обсуждается интернет-пользователями. По их мнению, кто-то специально валит лес, из-за чего обитатели реки Амшанка гибнут. Есть даже фото погибших животных. Мой коллега Александр Комаров отправился на место и узнал, так ли это на самом деле. Фото погибшего бобра быстро разлетелось по интернету, а под картинкой читатели начали оставлять комментарии. В основном люди вставали на сторону автора снимка, который пишет, что кто-то устроил запруду и убил бобров. Где-то здесь у них хатка, там повыше плотина. Речка эта называется Амшанка, на ней стоит Нижниканск. Так что здесь с экологией пока, на мой взгляд, чисто. Говорю, вон там он сидел, потом смотри, что-то выплывал и пошла. Потом стояла, смотрим, потихонечку плакал, потом я так хлопал. Река Амшанка, хоть и впадает в камы, но считается мелким притоком. Такой орел обитания очень комфортен для диких животных. Утки, полевые крысы, бобры живут здесь целыми семьями. То, что человек не прикладывал руку к вырубке деревьев, видно невооруженным глазом. Вот по таким вот насечкам, которые оставили бобры. И такие следы есть на каждом дереве, которое либо упало, которое вот-вот упадет. Получается, что человеческий фактор в гибели бобров здесь не при чем. Животные сами валят деревья, они строят плотины. Но сама река не столько загрязнена, сколько истощена. Подпитки нет, из-за пруда превращается в болото. А в таких условиях к диким животным выживать сложно. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Строительная фирма «Промышленные коммуникации», которая входит в черный список работодателей Нижнекамска, оказалась в центре судебного разбирательства. Работникам несколько месяцев не выплачивали зарплату. Подробности дела выясняла Анастасия Попова. Это уже третье заседание. Рассматривается гражданский иск. Исками выступает пять человек. Все они работали в строительной организации «Промышленные коммуникации». Вместе и выступают против бывшего директора, требуя взыскать с него заработную плату и моральную компенсацию. Работу они выполнили, отношения сложились, а зарплату с ним получили не удалось. Именно так в мирно-добровольном порядке. Суммы от 50 до 120 тысяч рублей. Из-за них ИСЦ готовы бороться до победного. Это, конечно, не все жертвы директора строительной фирмы, но остальные побоялись пойти против бывшего работодателя. Решение сегодня не принято. Это заседание отложено ввиду того, что необходимо еще до представить материал дела ряд документов. И нам, и в том числе отвечу. Анастасия Попова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. По требованию прокуратуры управляющая компания «Мастерстрой» обязана устранить нарушения в эксплуатации дома «Спортивная 5». Недочеты появились не только по вине жилищников, но и жители многоэтажки, хотя они сами обратились в надзорный орган с просьбой о прокурорской проверке. Полностью закрыт. Да, взяты. У вас должна быть эта табличка, где находятся ключи. Проверять дом начали с чердака. Первое замечание не указано, где хранятся ключи, чтобы в экстренной ситуации можно было его открыть. Недочет обещали исправить. Спускаемся этажом ниже. Облупившаяся краска. Вот эти вот освоения, они устраняются с момента обнаружения. Идем дальше. На этом этаже кто-то из жильцов самовольно установил шведскую стенку. Поскольку подъезд является общим имуществом жильцов, решение одно придется убрать. Они могут установить только, когда общие жильцы, а жильцы должны провести общее собрание. Ну, общее собрание решили. Установить или нет. То есть, когда будет форум, и больше половины будет согласны, то можно установить. Ко всему прочему, люди продолжают захламлять подъезды, ставят двери в коридоре общего пользования, выставляют старую мебель, цветы и прочий хлам, пренебрегая противопожарными правилами. Еще одно нарушение – провода, которые не упакованы в специальные короба и отсутствие плафонов на лампочках. Опять эксплуатация без плафонов, без рассеек. Здесь недавно прошел. Лампочки имеют свойство взрываться. Я понял, о, свет, полностью прошло ревизию. Вот зачем жильцы сами снимают плакон? Проверка спустилась и в подвал дома. Тут все оказалось в норме, нужно лишь убрать некоторые провода. Все недочеты были зафиксированы. Теперь будут составлены акты прокурорского реагирования и постановления об административном правонарушении. Управляющая организация предоставляет нам ответ на представление, которое мы внесли, куда прикладывают фото материалы, которые подтверждают устранение. Каждая заявка принимается, и мы стараемся срок выполнять. Ну, раз такую обстановку создалась, естественно, мы будем, как говорится, будем работать на устранение этих замечаний. Управляющей компании нужно устранить недочеты в течение 30 дней. В случае нарушения сроков жилищникам грозит штраф. Если и в вашем доме есть какие-либо проблемы, то жильцы могут написать коллективные заявления в прокуратуру. И проверка не заставит себя ждать. Светлана Шумкова, Евгений Лызаев, Новости НТР. Юноармейцев Татарстана и, в частности, Нижнекамска отметило руководство Минобороны России. Как заявили в главном штабе юноармии, деятельность движения в нашей республике является примером для остальных регионов России. В ближайших планах организовать летний лагерь для юноармейцев. О чем еще говорили во время круглого стола, знает наш корреспондент. Взгляд гостей привлек короткометражный фильм «Инстинкт самосохранения». Это новый проект, который был создан специально для нижнекамских юноармейцев. Своеобразные уроки выживания под руководством опытных специалистов научили школьников правильно действовать в самых экстремальных ситуациях. Привить любовь к родине, воспитать умное и сильное поколение. Главная цель – создание российского движения школьников. За два года его существования почти в каждом районе республики появились свои отряды юноармии. Ежегодные хриды пополняют тысячи детей. Когда мы даем им возможность реализации своей деятельности, своих возможностей не только на уровне республики и муниципального района, но и на федеральном уровне, вот тогда ты понимаешь, от чего ты работаешь. И когда эти активисты или обычные дети приезжают потом с федерального уровня обратно в республику и говорят, что это круто, и мы готовы работать на свою республику, на свой муниципальный район, ты понимаешь, для чего ты это делаешь. Вахта памяти, День России, юноармия принимает участие в крупных и культурных спортивных мероприятиях, активно сотрудничает с военными учреждениями, занимается волонтерской деятельностью. Успехи и старания высоко оценило руководство Министерства обороны Российской Федерации, главного штаба юноармии. Татарстанское районное отделение, юноармейское движение, занимает передовые рубежи и является примером для остальных регионов России. Можно так сказать, что во всех субъектах 85 Российской Федерации принято 100 тысяч человек, то у нас уже более 14 тысяч юноармейцев и более 80% республиканских школ созданы юноармейским отрядом. В планах на будущий год организовать летние полевые лагеря для юноармейцев, активно развивать патриотическую программу обучения, внедрять новые проекты, которые могут заинтересовать молодежь и создать все условия для самореализации активистов. Отдел серьезных перешли к приятным. Командирам юноармейского движения вручили почетные грамоты. Регина Сулейманова, Максим Липин, Новости НТР. Новобранцам из Нижнекамска, служащим в военной части под Саратовом, подарили 40 килограммов чак-чака. Такое большое угощение привезла делегация из нашего города, которая посетила Таманскую дивизию. О том, как прошла встреча, репортаж Светланы Шумковой. После 12 часов пути и небольшого ожидания в самой части, матерям наконец-то разрешили повидаться с сыновьями. Радостное событие, которого они ждали полтора месяца. Ну переживали, очень сильно переживали, вот до тех пор, пока вот сегодня не увидела. А вот сегодня увидела, как-то более-менее успокоилась. Я когда первый день сюда приехал, я еще не понимал, куда я попал, что я здесь делал. Но сейчас более-менее освоился, как бы понимаю, куда я попал, зачем. Изначально делегация должна была посетить присягу, однако торжественное событие перенесли на начало июля. А пока присягают здесь на верность родине ребята из Ставропольского края. Торжественное присягаю на верность своему отечеству Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость. Воинская часть входит в состав 27-й гвардейской армии ракетных войск специального назначения. В составе дивизии 10 ракетных полков, части специальных войск и тыла, аэродром Татищева. Считается самой крупной ракетной дивизией в стране. 60-я Таманская краснознаменная ракетная дивизия была образована еще в далеком 42-м году. Всего было 4 дивизии с подсчетом названием Таманская. Сейчас их осталось 2. Одна в Алабино Московской области, другая здесь, в поселке Светлой Саратовской области. Нижнекамск шествует над Таманской дивизией уже несколько лет. За это время сложились дружеские отношения. Большим плюсом является и то, что ежегодно поддержать наших ребят приезжают нижнекамские артисты. Танцы разных народов, песни на разных языках. Зал не утихал. После концерта солдаты аплодировали стоя и, конечно же, поблагодарили артистов троекратным. По традиции, гости из Татарстана приехали не с пустыми руками. Незадолго до отъезда мамы солдаты спекли для военнослужащих больше 40 килограммов чак-чака для всей части. Наши дорогие мамы, спасибо вам большое за эти сладости. Знаем то, что вы нас ждете. Мы также скорее хотим домой, чтобы увидеть ваши счастливые улыбки. Спустя как-то отслужил полгода, вот эти все подарки, они очень греют душу и передают домашнее тепло. Не оставили без внимания и двоих нижнекамских ребят, которые попали в госпиталь. Военком Фарид Менгариев и председатель призывной комиссии Григорий Китанов лично навестили их и вручили угощение. После разочувствия приехали с концертом. Думаю, что вас увидим, а вот вы заболели. Ну, не навестить вас мы не можем. На сегодняшний день в дивизии в основном комплектуются контрактные службы. Но без военнослужащих, проходящих обычную службу, не обойтись. Не будет в армии легко. Никогда и не было легко. И я думаю, что наука, которую они получат, это чувство локтя, это ответственность, это дисциплинированность. Она поможет им не раз еще в мирной жизни. Кроме всех подарков, солдат-мусульман поздравили с праздником у Роза-Байрам. И пообещали, что в скором времени в части специально для верующих военнослужащих будет работать мула. А пока служба продолжается. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. В Нижнекамск пополнился сотни молодых учителей. Сегодня в стенах педагогического колледжа прошел выпускной вечер. Ровно 100 человек вместе с дипломами об окончании СУЗа получили направление в школы города и района. А вот 15 молодых учителей могут повысить свою квалификацию уже в новом учебном году. Набережно-Челнинский педагогический университет пригласил их на факультет математики. В честь выпускного бала организовали концертную программу и отметили благодарственными письмами активистов. Вам, уважаемые наши выпускники, я желаю, чтобы вы успешно обучались в высших учебных заведениях, плодотворно работали на поприще педагогической науки, образования, были верны своей профессии. Самый важный день для меня сегодня, потому что сегодня наконец-то заканчивал колледж. Сегодня наконец-то становлюсь уже специалистом, квалифицирован на свои специальности. Ну и наконец-то выхожу во взрослую жизнь. Очень волнуемся, очень ответственный день, мы к этому шли четыре года. Я лично сама устроилась на работу в седьмую школу города Нижнекамска. Буду официально работать с первого сентября. Я очень рада, что выступила в Нижнекамский педагогический колледж. И выражаю огромную благодарность нашим учителям, конечно же, любимым, чтобы они были счастливы, конечно же, желаю им здоровья и счастья. Студенты техникума нефтехимии и нефтепереработки сдали необычный экзамен. Не преподавателям, а будущим работодателям. Для выпускников это был реальный шанс проявить себя и устроиться на работу. О том, кто этим самым шансом воспользовался, сюжет Регины Сулеймановой. В данном случае у нас жидкости недостаточно. Далее необходимо заполнить емкость, потому что 50% в открытии, в котором имаме рассеяния с Сулейки или 70%. Производственный шум, работа возле станка. Задания для будущих специалистов были сложными и максимально приближенными к реальным условиям. Вместо преподавателей и мастеров экзаменаторами выступили потенциальные работодатели. Поэтому студенты сосредоточены и серьезны, как никогда. Здесь, как и на производстве, нет права на ошибку. Первым делом устанавливаем заготовку в трехкулачковый патрон, зажимаем кулачки и торцуем. Это у нас называется база. Уже в первые минуты видно, кто учился усердно и пары не прогуливал. Гульчачак – единственная девушка-токарь. Она быстрее всех справилась со всеми заданиями. Деталь называется штуцкой. Стали 45 по чертежу, все размеры, линейные размеры, допускаясь. Так как подготавливались уж отлично. Но надо было за 30 минут успеть. Как сказали эксперты, я успела за 18 минут. Я очень рада со своей работой, но не знаю, как будут размеры. Тесты, чертежи, детали. Все задания разрабатывали сами работодатели. Экзамен по новой схеме сдавали по четырем разным специальностям. Это реальный шанс проявить себя и устроиться на работу. У нас в истории был такой момент, когда все кинулись, бухгалтера да экономисты. Их сейчас очень много, а работать с танковником. Уже ученики знают, что они будут приняты на предприятие. Они практику проходят у нас в разных цехах. То есть и они с работой, и работодатели, у них есть работники. То есть все вроде как довольны. Баллы, полученные на экзамене, конечно, не войдут в диплом. Но сертификат гарантирован. В дальнейшем он может повлиять на трудоустройство. Регина Сулейманова, Максим Липин, Новости НТР. Нижнеканцы вышли на общегородской средник в преддверии национального праздника Сабантуй. Сегодня горожане собрали и вывезли 80 кубометров мусора. На разных участках побелели бордюры и деревья. Всего на средник вышло около 2000 человек. А передовиками выступили сотрудники Нижнекамск-Нефтехима. От предприятия в уборке города участвовало почти 800 работников. Массовый средник продолжится уже завтра. А сам праздник плуга нижнеканцы отметят через три дня. В его преддверии жители не только очистили город, но и вспомнили старый обычай. Сбор подарков на Сабантуй. По улицам рассекали пару красочных колесниц, а в повозке девушки в национальных костюмах распевали под гармонь песни. О колоритной поездке Эльнар Нули Ахметов. По народному обычаю подготовка к Сабантуй начинается за неделю до праздника. Традиция сбора подарков в нашем городе сохранилась по сей день. Вот и в нашем микрорайоне сегодня сбор праздничного платков, игрушек собирали. Весь дети играли в игры, праздновали, танцевали, пели. Собрав полные корзины, гости в национальных костюмах развлекали детей. А далее с таким же настроем поехали по другим микрорайонам. Следующим пунктом данного мероприятия стал парк имени Горбутукай. Здесь нижнекамцы смогли прочувствовать и вспомнить атмосферу Сабантуя. Здесь развернулось театрализованное представление, во время которого нижнекамцам рассказывали об обычаях татарского народа. Главная задача не собрать подарок, а именно обозначить эту традицию, которая испокон веков передается нашим детям, нам, потому что очень важно понимать и ценить то, что было создано уже до нас. Сабанты в городе пройдет 1 июля. Организаторы обещают потрясающее шоу. Все секреты раскрывать не стали. Известно только, что праздник будет посвящен богатству культуры и сельского хозяйства Нижнекамского района. Ильнар Нурья Ахметов, Евгений Лузаев, новости НТР. И на этом моя часть выпуска завершена. Напоминаю, связаться с нашей редакцией можно по номеру 40 07 70 или пишите нам на наш сайт ntr.defis24.ru. Далее смотрите новости спорта с Кириллом Давкаевым. У меня на этом все. До свидания. Яркая помада? Ммм. Модные туфли? Нет. Дорогие часы? Нет. Нет и еще раз нет. Только улыбка и здоровые зубы сделают нас неотразимо красивыми. Стоматологическая клиника Даймонд Дент предлагает лечение, протезирование, чистку. На любой кошелек. Даймонд Дент – это клиника личных рекомендаций, гибких. Очень, очень гибких цен. И профессионального подхода. Ваши зубы скажут вам спасибо. Спасибо, Даймонд Дент. С 1 апреля по 30 июня в радуге звуков скидки до 30% на слуховые аппараты фирмы Фонок. Телефон в Нижнекамске 32-33-53. 2 июля в ресторане Дода Пицца состоится День Пиццы. Гостям раздадут целых 500 пицц пепперони с колбасками всего за 99 рублей. Представление пицца-акробатика от Анатолия Суркова-Сыктывкар. Заводная анимация. Расскажи об этом друзьям. Порадуй себя незабываемыми эмоциями, а свой животик – вкусной Дода Пиццей. 1 июля мы проведем розыгрыш трех сертификатов на любую большую пиццу. Присоединяйся к группе ВКонтакте и участвуй в конкурсе репостов. Возвращение легенды. Встречайте. Равон Джентра. От 539 тысяч рублей. Диалог Авто. Телефон 47-11-11. Подробности на сайте dialog16.ru Продолжаем одевать девушек и бабушек. Пальто, куртки, плащи, ветровки – стильные и практичные. Адрес помним? Торговый центр «Березка», 1 этаж, павильон 111. Доступные цены – сезонные скидки. На телеканале НТР обзор спортивных новостей. В студии Кирилл Довкаев. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Нефтехимик» продолжает подписывать игроков. Стало известно о новых пополнениях в составе команды. По итогам завершившегося в Нижнекамске летнего лагеря в последний сезон выступал за ХК «Белгород», в котором отличился двумя забитыми шайбами и восемью результативными передачами. Также НТР заключил контракт с нападающим реактора Никитой Огневым. Все острее становится интрига летнего первенства Нижнекамск НТР по мини-футболу. Победой на ДСК 1-0 команда ДБ и ОВС практически сравнялась с соперником по шансам за оспаривание серебра турнира. У обоих коллективов по 15 очков. Больше всего у СПС-1, который выиграл у ОЭ, и имеет в активе 18 очков. Минимальное преимущество на ДСПС-2 подарило надежду Тресту ТАЦ-ПЕСНТИХИМ РЕМСТРОЙ остаться в первой лиге. У последних пока что 3 очка и одна игра в запасе. Точки над ИРа ставит последний игровой день. Сегодня буквально в эти минуты на стадионе «Дружба» проходит заключительный матч первенства НКНХ. О результатах матча расскажем в следующих выпусках новостей «Спорт». Приближается главный летний праздник. К Сабанту и по традиции, помимо народных гуляний, будет много интересного и для любителей спорта. Центральной площадкой станут борцовские ковры, на которых на протяжении всего праздника сильнейшие представители борьбы КРЭШ будут выявлять главного батыра. Помимо традиционной борьбы, будет представлена и борьба вольная. На детскую спортивную площадку приглашаются вольники от 12 лет и младше. На волейбольной площадке пройдет блиц-турнир городских команд, каждый из которых будет состоять из 4-х человек. На данный момент уже заявились порядка 13 коллективов, потому соревнования обещают быть весьма зрелищными. Также всех любителей спорта ждут и на ипподроме. Там пройдут захватывающие конные скачки. Помимо этого будут организованы соревнования по армрестлингу, силовому и гиревому спорту. В общем, скучать не придется. Проверить свои силы. Это действует каждый пришедший на Сабанту, нижнекамец и гость города. Завтра город выйдет на беговые дорожки и пройдет лично командное первенство Нижнекамска по легкой атлетике. Состоится оно на стадионе спорткомплекса «Дружба» в четверг и пятницу. Организаторами выступают спортклуб «Мантихимик» и управление по делам молодежи и спорту. Соревноваться будут коллективы физической культуры предприятий и учреждений в зачет спартакиады. Команды будут участвовать в соревнованиях по двум группам. Завтра по программе намечены бег на 100-400-1,5 тысячи метров, а также толкание ядра. На следующий день состязаться участники будут в беге на 200-800 метров, эстафете 4 по 100 и прыжках в длину с разбега. Легкое атлетическое первенство стартует завтра, в четверг, в 7.00. Более подробную информацию ищите на официальном сайте спортклуба «Нефтехимик». Ну а на сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР «Прогноз погоды». Я же с вами прощаюсь. И напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также посредством сайта ntrdefis24.ru. До встречи в эфире. В лазерном кабинете НКВД лечение проводит врач-дерматовенеролог Лилия Зайниевна Карпова. 41 12 71. Доверяйте профессионалам. Погода в Нижнекамске на 29 июня, ночью 12 градусов. Днем плюс 21 пасмурно, ветер западный до 6 метров в секунду. Примерно такая же погода ожидается и во второй половине недели. Кто не мечтает о собственном доме? Ведь в современном мире человеку просто необходимо место, где можно было бы отдохнуть от суеты и восстановить силы. Воплотить мечту в жизнь гораздо проще, чем вы думали. В этом поможет строительная компания «Зеленый дом». Процесс создания собственного дома здесь проходит быстро, без проблем и переживаний. Если вы хотите построить хороший дом или баню, обращайтесь в компанию «Зеленый дом». Мы обязательно вам поможем. За 7 лет работы у нас сформировался основной принцип – это взаимное уважение к клиенту и коллегам. И поэтому мы стараемся максимально удовлетворить потребность клиента. С помощью компании «Зеленый дом» можно возвести дом вашей мечты. Если нужно, здесь разработают индивидуальный проект или построят по-стандартному, уже проверенному другими клиентами. Это может быть дом из кирпича, бруса или бревна. Здесь можно заказать качественные и очень красивые бани, гостевые домики и, в принципе, любые строения для ваших участков. Компания также реставрирует дома. Наша компания использует материалы собственного производства из древесины Северного Урала. Благодаря этому мы можем держать доступные цены для наших клиентов. Мы уверены в качестве предоставляемых нами услуг и материалов. Поэтому даем на свои работы гарантию 5 лет. А также любим радовать клиентов подарками. В компании «Зеленый дом» ценят мнение клиента. Строят здесь по технологии, соблюдают сроки и не обманывают. Поэтому результат всегда превосходит ожидания. Офис компании «Зеленый дом» находится в Нижнекамске. Вас ждут по адресу Вахитова, 27. Это здание Центрального Сбербанка. Офис 306. С понедельника по субботу с 8 до 17. Телефон 8-917-863-87-78. 8-917-863-87-78. Суббота.